В рамках противообидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, весь общественный транспорт республиканской столицы с момента введения особого режима ежедневно подвергается дополнительным мерам санобработки. Как и чем транспортники ведут свою борьбу с невидимым, но крайне опасным врагом человеческого здоровья, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкечев. В рамках требований оперативного штаба Карачаевой Черкесии руководством муниципального пассажирского автотранспортного предприятия номер один «Черкеска» в три раза сократила внутригородские рейсы, а межгород, как и по всей республике, на время особого режима закрыт и вовсе. Всех сотрудников предприятия допускают к работе после тщательного осмотра. С утра оценивают их общее состояние, измеряют температуру. Мы на сегодняшний день выпускаем согласованно с руководством города, транспортным отделом, от 8 до 10 единиц транспорта. Это на линии города, две единицы, это тоже согласовано и с Минздравом, и с республиканским штабом. Это в «Дружбу» один рейс и в «Псыш». Там много медиков, мы их собираем по утрам, именно для медиков вот эти рейсы есть. Развозим по городу в определенных местах, высаживаем, потом вечером в такой же последовательности их везем обратно. Во главе всего сейчас стоят меры по обеспечению максимальной безопасности граждан, передвигающихся на городском общественном транспорте. Дезинфекционную обработку автобусов сейчас производят три раза в день. Первая производится непосредственно перед утренним выездом. Затем идет полуденная, которая делается во время обеденного перерыва. А вечером по завершению смены уже идет обработка полов хлоросодержащими средствами. Из 120 человек коллектива на сегодняшний день на работе задействованы около 45 человек в смену. Это все, естественно, с сохранением заработной платы. В смену у нас кассир, механики, слесаря и человек 8-10, до 12, в зависимости от необходимости. Это водителей. Чтобы производство просто не остановить, они работают посменно. Два дня отдыхают и один день работают. Каждому водителю, заступающему на смену, выдаются латексные перчатки и пять медицинских масок из расчета, чтобы они их могли менять не реже, чем через каждые два часа. Также в арсенале каждого шофера имеются распылители дезинфицирующего средства, которыми они производят дополнительную обработку сидений и поручней на конечных остановках. Ахмар Халкищев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.